Младёжи, а прежде всего система образования. Уважаемые коллеги, Ваше Высокопресвященство, глубоко уважаемые владыки и боги, участники образовательных чтений. Сегодня 12-е образовательные чтения, и смотрите, какое знаковое название у этих чтений. «Дравственные ценности и будущее человечества». Все уравновешено. Не будет нравственных ценностей, не будет и будущего человечества. Понимание глубины важности нравственных ценностей, духовных ценностей в жизни ребёнка, в жизни общества сегодня настолько прочно укоренилось в нашем, прежде всего, педагогическом сознании. Сознание власти, правительства, президента, что всё больше и больше говорят не просто о нравственных ценностях, но говорят о нравственных ценностях в связи с образованием. И, наверное, это правильно. Потому что именно образование и учитель, как знак этого образования, несёт в жизнь человека, маленького, большого, взрослого, или только что родившегося, те самые нравственные ценности, о которых нам придётся сегодня говорить и завтра. Действительно, перспективы 21 века в российской школе связаны с сохранением самого сокровенного – его духовного начала. И с этой целью сегодня введены федеральные и государственные образовательные стандарты общего образования, основой которых заявлена концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России. Действительно, введена новая предметная область воспитательной направленности, основы религиозных культур и светской критики с 2009 года. Утверждена стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева постоянно обращает внимание на то, что главное сегодня в русской, в нашей российской школе – это не только научить, дать знания, помочь поступить в ВУЗ, но ключевая роль учителя, для воспитателя и школы прежде всего воспитательная. Да и сам факт того, что 29 мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об объявлении очередного десятилетия с 2018 года по 27-й в Российской Федерации десятилетиям детства, тоже говорит о важности того разговора, который состоится в течение двух дней на нашей Владимирской земле. Власть, бизнес, общественные институты сегодня провозглашают, что образование – это база, на которой должен основываться новый этап развития России. И сегодня есть еще одно очень важное понимание, что народ, нация сохраняет свою целостность, свое единство, если есть единые, ценностные ориентиры воспитания детей, если сохраняется устремленность к национальному нравственному идеалу и в семье в том числе, и в школе, и в детском саду, и в обществе, и в государстве в целом. Поэтому крайне важно, чтобы и обучение, и воспитание полностью отвечало запросам как самих молодых людей, так и государства, экономики и общества. И Русская Православная Церковь, как один из важнейших общественных институтов России, играет в формирование внешнего по отношению к системе образования заказа одной из ключевых ролей. И в этом смысле трудно переоценить значение образовательных чтений, которые уже 12 лет дают прекрасный повод лишний раз задуматься о том, что в современных условиях к образованию принадлежит исключительная стратегическая роль ресурса устойчивого развития и, возможно, безопасности нашей страны. Образование является мощным ресурсом взаимопонимания людей, консолидации общества, а знание исторических основ культуры народов России крайне важно заложить в молодом возрасте, так как именно в сознании своих корней восприятие себя как части великой национальной истории заложен огромный воспитательный потенциал. И, собственно, вот эти тезисы, они, как правило, являются основой тех работ, которые представляются на конкурсе. Да, эти работы могут быть предназначены для детей разного возраста, они могут вкладываться в различные технологии, содержательные в том числе, но суть идеи все равно остаются те, которые я сейчас назвала. Ключевым инструментом решения этой задачи всегда является система духовно-нравственного воспитания детей. А главным ресурсом выступает организация взаимодействия учителя и родителя, родители и ребенка, учителя и ребенка, их всеобщее взаимодействие. Поэтому наша задача педагогическая сориентировать маленького и большого подрастающего человека на неприходящие нравственные ценности. Бескорыстие, благородство, любовь, добро, милосердие. Неслучайно выдающийся наш советский педагог Василий Александрович Сухоминский говорил, если человека учат добро, учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Не учишь ни добру, ни злу, все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать. Великая миссия учителя, воспитателя как раз и состоит в том, что человека делают добрым, мудрым, сильным. Действительно, в нашей области приоритетное направление работы и администрации, и власти, бизнеса, это создание воспитательного пространства, культурно-воспитательного, духовно развивающего. Сегодня об этом говорили немало. Но вот в этом пространстве все равно главным человеком остается учитель. Это он, учитель, зажигает в душе ребенка святой огонек самостоятельной мысли, сознательного чувства. Это он будет в ребенке человека. Он силой своего внутреннего огня открывает всему миру подлинный лик своего родного народа, всю его моральную красоту и культурную силу. Это он, учитель, каждый день, входя в класс, работая с ребенком в детском саду, совершает свой нравственный подвиг. Потому что он зажигает звезду души в каждом маленьком человеке, который переступает в нашей образовательной организации. Уважаемые коллеги, сегодня у вас предстоит еще большой день, мы вам покажем разные площадки, работа будет организована на разных площадках, но поверьте, каждый, кто будет представлять нашу умность, будет рассказывать о том, как происходит пробуждение души ребенка, как формируются его нравственные ценности. Я желаю вам интересной работы на площадках, свежих, хороших впечатлений, света в душе и, конечно, творческой, интересной работы. Спасибо. Дорогие друзья, мы просим членов президиума занять места в зрительном зале и завершаем программу нашей конференции музыкальным подарком творческих коллективов Владимирской области, демонстрирующих пример сохранения и преемственности традиций, объединяющих нас. Я с удовольствием приглашаю на сцену коллектив, который давно уже стал олицетворением Владимирской земли, русской души. Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУС». Художественный руководитель, заслуженный артист России Николай Литвинов. Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУС». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, ИНИ ВРЕМЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две дороги, два пути, оба пройдены Добрый мир, родная кровь, все потопка на За победу наперечь веру с Родиной Но мы их распродали, ты, профили Ой, не время ныне пить православные Стыдно русскому просить подаяния На своей родной земле люди добрые Как оружие вставок к покаянию По церквам запустений клет